19 часов и 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Это ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время» на волнах радиостанции «Финам.фм». В самом начале напомню средства коммуникации. Многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495. «Финам.фм» — это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Я надеюсь, что вы сегодня в нашем интерактивном разговоре с Андреем Иларионовым примете самое непосредственное активное участие. Кроме того, пользуйтесь нашим еще одним интернет-ресурсом — порталом «Финам.фм.фм», где мы вас в круглосуточном режиме информируем о том важном и главном, что происходит здесь в России за ее пределами. А также к вашим услугам и мой личный аккаунт в Твиттере. Можете туда направлять свои вопросы, комментарии, мнения. Сегодня с моим гостем Андреем Иларионовым мы дадим, пытаемся дать объективную оценку тем событиям, которые были в начале 90-х годов. Если обобща можно сказать, дадим оценку тем реформам, достаточно радикальным реформам, которые были предприняты командой Егора Гайдара. И вот сейчас я, Андрей, попрошу надеть уже гарнитуру. Самое главное, что человек... Нет, наоборот. Наоборот. Самое главное, что человек не опоздал. Я вас безгранично рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер на вашем радиослуге. Я так понимаю, московские пробки все-таки дают о себе знать. И там что-то невероятное уже происходит. Жизнь наша обычная. Жизнь наша обычная. Андрей, ну на самом деле у нас не так много времени. Я на минувшей неделе приглашал Владимира Назарова, представителя института Егора Гайдара. И мы достаточно так плотно с ним обсуждали несколько блоков вопросов. И это было связано в том числе с вышедшей не так давно книгой «Мифы о 90-х. Анатомия лжи». Где, в общем-то, конечно, наряду с фамилией Гайдара, я через каждое второго слоя видел и фамилию Илларионов. Постоянные посылы. Андрей Николаевич так считает, Андрей Николаевич так утверждает. На самом деле, вот скажите мне в самом начале, для чего вам вот это разоблачение? По-человечески хочу понять. Вы человек, который были на самом верху власти. Вы и в начале 90-х занимали достаточно немаленькое положение. И вот многие либералы, от которых я слышу такие реплики, ну вот Илларионов разоблачает. Зачем это он делает? Один сегодня мне написал в Твиттере поговорить с Илларионовым по поводу реформ... Нет, надо надеть. Реформ Гайдара. Это равносильно тому, чтобы пригласить руководителя фан-клуба «Динамо» и поговорить о «Спартаке». Андрей, зачем? Еще раз добрый день. Я обратил внимание, Юрий, что в начале, прежде чем ответить на ваш вопрос, на то, с каким вниманием вы отнеслись и к изданному произведению. Вы даже порекомендовали всем обязательно прочитать эту книгу. А даже в эфире, о котором вы уже сказали, даже сказали, что эта книга должна быть настольной для изучения. Мои комментарии по этому поводу не удостоились столь высокой оценки. Говорят, ну будет время, посмотрите, что там написали. Хорошо. Конечно, да. Вот нельзя было не обратить внимания на то, каким образом вы представляете нашу сегодняшнюю передачу. По крайней мере, не сейчас в эфире, а, по-моему, в вашем ЖЖ. Андрей Лоренович разоблачает реформы 90-х. Кажется, я никогда не говорил о разоблачении реформ. То, что я делал, и, как мне кажется, это соответствует действительности, разоблачение лжи о реформах. И разоблачение лжи о деятельности тех или иных людей, которые пытаются или примазаться к тем или иным действиям, либо приписать себе то, чего они не делали, либо представить в искаженном цвете то, что происходило тогда. И, кстати говоря, ваш собеседник на предыдущей передаче немало преуспел в этом, как в письменном виде, в той самой книге, которую вы посчитали настольной. Я в этом смысле присоединись к вам. Действительно, эту книгу можно исследовать на примере того, как можно исказить и манипулировать информацией о том, что действительно происходило. К большому сожалению, вот мы видим, что сколько ни рассказываю о том, как происходит, есть некоторые граждане, которые продолжают воспроизводить эту ложь, независимо от того. Один раз покажешь на то, что, может быть, ошиблись, может быть, случайно. Нет, повторяют ее. Второй раз повторяют. Третий раз опубликовали комментарии по этому пусть делали. Нет, все-таки абсолютно необходимо это повторять. Но вы не ответили на мой вопрос. Для чего? Нет, я как раз обращаю внимание, мы начинаем именно с этого, чтобы привлечь внимание и вашей, Юрий, и наших радиослушателей к серьезной психологической проблеме. Дело в том, что если в головах некоторых людей укрепились какие-то ложные представления, то для тех людей, для кого такие ложные утверждения являются случайными, то для этих людей предоставление объективной информации, реальной информации помогает им избавиться от этих мифов. Но в некоторых случаях это не помогает. Все равно в некоторых случаях люди продолжают воспроизводить вот эти мифы. С чем мы имеем дело в этих случаях? Мы, видимо, имеем дело с каким-то вариантом секты, не побоясь этого слова, который начетнически воспроизводит некоторые положения, независимо от того, что происходит в окружающем мире, независимо от того, какая была реальная действительность. И я сразу заранее хочу сказать, что вот тем, кто принадлежит такого рода сектам, вот можно эти передачи не слушать, потому что независимо от того, что будет сказано здесь, что будет написано здесь или там, какая была реальность, какая была факта, статистика, не имеет значения. Они все равно будут воспроизводить вот эти мифы. Кстати говоря, вот еще раз скажу, ваш собеседник и авторы того самого произведения относятся, судя по всему, к такой категории. Я надеюсь, что вы не относитесь к категории, поэтому я пришел к вам сюда. Поэтому вы у меня в эфире, да. Да, хотя случай непростой, но мы будем стараться. Андрей, а скажите, а в чем сектантство заключается? Мы к этому вернемся, но все-таки давайте я отвечу, попробую ответить на ваш вопрос. Я все-таки скажу, значит, вот, пожалуй, несколько вещей. Я надеюсь, что мы будем проходить не только по отдельным мифам, потому что их такое количество, что сейчас... Нет, просто уже в... я смотрю, в благосфере стали составлять списки фальсификации, инсинуации, манипуляции, которые были сделаны Гайдаром, в том числе и по истории. Это просто длинные списки, это простыни искажений. Не говоря о том, что было сделано в моем журнале за последнее время, то, о чем было указано в некоторых публикациях, уже в других местах публикуются на десятки, если не на сотни пунктов списки таких искажений. Если бы это был один случай, если было два, если даже три, ну, бывает, люди ошибаются, все ошибаемся, бывает такое. А если ненамеренные искажения, ну, тогда их исправляют. Если же такие искажения, манипуляции, фальсификации уносят систематический характер, а если они направлены на достижение вполне конкретных целей, о которых мы можем уже судить, то тогда встает вопрос, зачем это делается? Это один из вопросов, мы к нему придем, но я, пожалуй, начну с другого в ответе на ваш вопрос. Дело в том, что по ряду вопросов проведения экономической политики не только реформы, может быть, даже не столько реформ, хотя и по некоторым реформам, у меня были дискуссии и с Егором Гайдаром, и с Анатолием Чебайсовым, начиная с 1992 года. И в течение вот этих практически 20 лет, ну, по крайней мере, там чуть меньше при жизни Гайдара, и в последние три года без Гайдара, с тем же самым Чебайсовым неоднократно предлагались и тому, и другому, и кому угодно, там уже Евгению Ясину, Андрею Нечаеву, помощникам Гайдара, Мау, Синельникову, кому угодно, принять участие в публичной дискуссии по разбору содержания реформ, по вопросу того, что действительно было сделано, по той самой экономической политике. То есть уйти, с одной стороны, от воспевания тех действий, которые, вот, восприним, некоторые пытаются представить как гениальные, невероятные, совершенно уникальные, никто никогда ничего подобного не делали, только это можно было делать, и от, возможно, дискуссии, которую тоже мы видим, дискуссии между так называемыми представителями команды реформаторов, и обязательно нужен в качестве оппонента, Зюганов, или Жириновский, или Кургинян. Говорит, ну, хорошо, уже поговорили с Зюганом, Жириновским, Кургиняном, но я вижу, вам очень нравится с ними говорить. Поговорите с кем-нибудь другим, содержательно, обсудите это. Так вот, в течение этих 20 лет со стороны коллег мы наблюдаем заговор молчания. То есть не то, что да, нет, или давайте мы посмотрим, нет, просто обсуждать серьезно, содержательно это мы не будем, мы не хотим это. Я неоднократно это предлагал Гайдару, ответом было молчание. Это было и в частном порядке, например, в течение 90-х годов, после кризиса 98-го года, или даже накануне кризиса 98-го года, несколько раз это было на таком клубе взаимодействия, это было публично. Ответом на это Гайдар ушел и с одного заседания, а после другого, второго, клуб взаимодействия был полностью закрыт. На все эти предложения, и, кстати говоря, этот одновременный ответ на вопрос, почему вы ждали смерти Гайдара, почему вы только сейчас делали, это не так. В течение этих 20 лет неоднократно делались эти предложения. Ответом было молчание. За исключением, признаюсь, одного случая. Вот о нем вы расскажете сразу после краткого выпуска новостей, и после мы перейдем уже и к конкретизирующей части Андрея Лорионов в реальном времени. 19 часов 18 минут, это реальное время, и напротив меня Андрей Лорионов, 651099, 6, код Москвы 495, финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция, говорим о реформах 90-х. Андрей, вы сказали, за исключением одного случая, то есть один раз вы все-таки встретились и смогли пообщаться? Нет, действительно, нет, тут не совсем так. Значит, во-первых, обсуждали мы тоже довольно много, и у меня, да я даже там, кто-то у меня спросил, и я там составил список, там, я не знаю, из дюжины дискуссий, которые у нас состоялись с Гайдаром. И в частном порядке, по разным вопросам, начиная от первой дискуссии, еще в 1988 году у нас такая дискуссия была о том, значит, является ли приличным, значит, вот, заниматься, как бы, так сказать, вот, выставлением фамилий с авторов в статью, автором которой этот человек не является. Игорь Тимуревич тогда был редактором отдела экономики журнала «Коммунист», вот, и, а я тогда предлагал для журнала «Коммунист» одну из своих, там, первых статей. Но это неважно, было много разных других дискуссий, а то, о чем сейчас я хотел бы, о чем я хотел сказать, это было большое интервью в журнале «Континент», первое большое интервью в журнале «Континент», которое было опубликовано при жизни Игоря Тимуревича, который внимательно прочитал, и после прочтения он позвонил мне и сказал, что у него сложилось впечатление о том, что я сказал что-то о нем, что не соответствовало действительности. Его претензии вызвало, там, описание ситуации накануне кризиса 98-го года, и там в этом тексте было сказано так, что люди, с которыми я разговаривал потом, я предупреждал о наступающем кризисе, после этого разговора не стали люди в администрации президента, в правительстве, они не стали ничего делать по предотвращению кризиса, зато потом, через две недели, я совершенно случайно узнал, что они все их средства, которые были вложены в рубли, и в том числе в ГКО, поменяли на доллары. А Егор Тимуревич почему-то подумал, что эти слова касались его, и он посчитал необходимым сказать, позвонить мне и сказать, что значит он таких действий не делал. Ну, я еще раз посмотрел текст, мне показалось, что там ничто в этом тексте не говорит о том, что мои слова относятся к Гайдару, тем не менее, я сделал публичное заявление о том, что, когда я говорил о людях, с кем я разговаривал в администрации президента и в правительстве Российской Федерации, Гайдар тогда не работал ни в администрации президента, ни в правительстве Российской Федерации непосредственно, вот, это относилось к этим людям, а не Гайдару. Но, тем не менее, такое вот разъяснение было сделано. Но это говорит о том, что, во-первых, это дискуссия, эти дебаты, в том числе критические, у нас происходили при его жизни. Он прочитал полностью это интервью в континенте, в котором довольно много критического было сказано в его адрес. Ничто у него не вызвало возражений, в том числе у него не вызвали ли возражения мои слова о том, что Гайдар ничего не сделал для предотвращения кризиса 98-го года, и не сделал того, что, в частности, рекомендовал я, что привело, кстати говоря, к увеличению нашего внешнего долга на, там, почти на 50 миллиардов долларов в 1998 году в результате наращивания долга. А решение непосредственно по девальвации было принято в самом, скажем так, нежелательном ключе. Плюс к этому, кроме решения о девальвации, было принято решение о дефолте, чего не надо было делать. А и более того, еще одно время было принято третье решение о, собственно, о моратории на обслуживании своих внешних долгов коммерческим банковским сектором. Но это вообще, собственно говоря, конфискация средств частных кредиторов, которые не имело никакого отношения. Это решение, как мы теперь выяснили, было принято, пролоббировал его господин Алексашенко, лоббировал своих друзей в банковском секторе. Но Гайдар, который вместе с Чубасем, которые являлись главными консультантами российского правительства и Центрального банка, а именно Кириенко и Дубинин, ничего не сделали для того, чтобы остановить вот это решение, не допустить принятия этого решения. Но это как бы другая история, но это просто показывает о том, что эти дискуссии были, но даже в этой ситуации, когда в этом интервью, в общем, в адрес Гайдара была высказана довольно жесткая критика, он на это не ответил. Поэтому, значит, еще раз возвращаемся к этому. А когда мы встретились с ним в апреле 2008 года на большой конференции, международной конференции в Алма-Ате, выступали одновременно, вначале он, потом я, после этого он вынужден был согласиться, а у меня так получилось выступление, хотя я это не планировал, сложилось таким образом, что оно полностью опровергало то, что говорил Гайдар. А после этого, когда закончил выступление, мы сели, просто сидели рядом, он сказал, да, пожалуй, вы здесь правы по всем пунктам. Адрес, скажите, я вам за эфиром... Ну, я просто хочу сказать, что после этого он попросил меня, что давай больше не будем публично спорить по этим вопросам. Вы это продолжаете? А дело в том, что я сказал Гайдар, Егор, мы на ты были, я говорю, я не могу принять это предложение, перестать спорить, потому что это вопрос уносит академический характер, научный характер. В том случае, если я не увижу ничего в твоих словах, с чем я был бы не согласен, я, естественно, не буду выступать против. Но если я вижу, что то, что ты говоришь, с этим я не согласен, я не могу молчать по этому поводу. Извини, пожалуйста, но это просто невозможно. Это было бы нелепо, на самом деле, по отношению, ну, просто к тому, что называется наукой, то, что называется академическими спорами. Это было бы нелепо по отношению к обществу, но вообще это было бы нелепо по отношению и к самому себе, и по отношению к тому же Гайдару. Тем более, что, выслушав мое выступление, он согласился, говорят, ты прав в этом деле. Значит, в таком случае, свой небольшой вклад в исправление ошибочных представлений, если я могу внести, касается ли Гайдара, касается ли Чубайса, касается от кого угодно. Почему мы должны молчать, если мы видим, что наши коллеги или наша полета неправда? Но полемика носит такой личностный характер. Полемика носит... Вот в этой книге, да, мифы о 90-х, анатомии лжи, я прочитал, что, по крайней мере, вам приписывается такая фраза, ублюдочная оппозиция Гайдара, значит, по событиям октября 93-го года. Это на самом деле? Нет, вы знаете, вот надо же все-таки отдать должное. Я хочу перейти вот именно уже к предметным вот таким точкам, да, реперным. Я все-таки, есть еще несколько пунктов важных общего характера, о которых мы должны сказать, что же касается конкретно этой фразы. Авторы этого произведения действительно внимательно изучили все содержимое моего живого журнала, не только статьи, не только интервью, но и все постинги, которые в живом журнале сделаны, а также все дискуссии, которые идут по этим постингам. И действительно, в одной из дискуссий, идущих по обсуждению одного из постингов, один из комментаторов делает там заявление, а вот Гайдар сделал там ублюдочное заявление такого-то характера, на что в, скажем, жаре полемики, я действительно отвечаю, что на самом деле ублюдочная позиция Гайдара заключалась не в том, о чем говорит этот человек, а в другом, в том, что он, в том числе, принимал участие и вот в том числе, так сказать, оказывал воздействие на принятие решений по, скажем так, по обострению конфликта между исполнительной властью и законодательной властью в 93-м году, что привело к гражданской войне, к гибели людей и к расколу общества. Вот в этом действительно, в этой дискуссии, в дискуссии с одним из своих, ну вот, посетителей журнала, в одном из тредов живого журнала, действительно, у меня такая фраза есть. Но это означает, что, значит, товарищи внимательно, детально изучали каждое слово и, видимо, действительно, весь объем живого журнала, все, что там написано, это действительно там единственное или одно из немногих заявлений такого характера, который они нашли. Ну что ж, старательно работали. Подобные реплики, да, потому что даже если это публичные характеры носят, все-таки есть фразы, которые по меньшей мере режут слух. Вы знаете, я хочу сказать, фразы действительно режут слух, но я как бы признаю, что, может быть, это была фраза не самая лучшая, даже если это она была в результате там жаркой эмоциональной полемики. Но, с другой стороны, у нас есть десятки, а может быть, сотни погибших в результате кризиса 93-го года, раскол общества и реальная гражданская война на улицах Москвы. И при всем при том, всю вину, какую я могу взять за свои слова ублюдочные, это на одной чаше весов, и на другой чаше весов десятки, если не сотни погибших людей. Что является, я прошу прощения за повтор, более ублюдочным? Использование некорректных слов или действия, которые приводят действительно в состояние гражданской войны на улицах наших городов? Андрей, вы с общей частью хотели закончить, потому что и дальше я хочу перейти буквально к трем блокам и поговорить с вами предметно о либерализации, о приватизации. Есть вам что дополнить? Вы знаете что, я думаю, что я бы предложил бы Юриева вот что. На самом деле, эта тема огромная, и я не думаю, что нам удастся сегодня все эти темы закрыть и покрыть. И, может быть, я бы призвал бы вас не торопиться обсудить все либерализацию, приватизацию и так далее. Каждая из этих тем заслуживает очень серьезного разговора. Это не значит, что я вам рассказываю, как вам надо вести вашу передачу. Тем не менее, все-таки есть несколько общих вопросов, которые, возможно, у нас потом будет, нам будет сложнее обсудить. Давайте мы вначале их вот обсудим. Есть некоторые вещи, о которых мне даже вот здесь в перерыве сказали, о личном характере. У вас есть личное отношение, ваше личное отношение к Гайдару, у вас есть личное отношение с Чубайсом, у вас есть личное отношение со многими другими людьми, честь которых, имена которых здесь назывались, некоторые не назывались. Когда у вас в следующий раз будет возможность лично пообщаться, напомните им, почему они, коллеги, отказываются от содержательного, публичного разговора по этим вопросам. Тем более, если они считают, что им необходимо защитить наследство Егора Тимуровича Гайдара. Если им нужно защитить то самое величие реформ, о которых вы написали в анонсе сегодняшней передачи. Если они считают, что это тот самый храм либерализма, как пишет популярная активистка гайдаровского движения, и Егор Тимурович Гайдар является либеральным святым. Почему же они хранят такое громкое молчание по этому поводу? Ну, пусть выйдут на бой, пусть защитят святого. Что же они так отсиживаются в окопе? Книгу же написали целую. Не, они написали эту книгу. Написали, они выставили, так сказать, молодежь, которая не помнит, что было тогда, и не участвовали в этом. Они не участвовали тогда. Их не было в 91-92 годах в коридорах правительства Российской Федерации. Прерываемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим наше общение с Андреем Иларионовым буквально через минуту. 19 часов 31 минута, реальное время, Финам.фм. Андрей Иларионов у нас сегодня в гостях. Пишите, звоните, все средства коммуникации к вашим услугам. Андрей, так все-таки о личном мнении и личном взгляде. Вы знаете, спасибо, что у меня спросили об этом, потому что время от времени я вижу, пишут, правда, в основном анонимы или прикрывающиеся непонятными никами о том, что, в частности, обо мне, вот у него, значит, личные комплексы, он, значит, там чем-то страдает, вот там чем-то, значит, хочет себя представить. Я должен честно признаться, вот вам, Юрий, и в вашем лице, нашим радиослушателям, у меня действительно есть личный интерес. Так. Даже не один. Открывайте. Три. Я вот сейчас решил их вот раскрыть. Значит, первый интерес связан вот с чем. Я ведь действительно в течение пяти с половиной лет участвовал в том самом экономическом семинаре, в котором участвовал и Гайдар, и Чубась, и многие другие люди, которые в девяносто первом году, в конце девяносто первого года, в начале девяносто второго года оказались в российском правительстве и принимали участие и в проведении реформы в осуществлении экономической политики. Так вот, у меня поэтому есть некое личное чувство причастности к тому, что делалось, и я тоже оказался в правительстве, и участвовал в том числе, и в, по крайней мере, в обсуждении, в консультациях, в мониторинге того, что делалось. Я не принимал решение непосредственно в принятии решения, я не был ни министром, ни вице-премьером, ни премьером, но я принимал в этом участие. И вот я не могу не поделиться, вот каким наблюдением. В течение тех пяти с половиной лет, в течение которых я был участником этого семинара и в Питере, и в Москве, и в других разных местах, мы обсуждали программу реформ. И практически это было, так сказать, разбуди нас ночью, мы скажем, что надо делать, как надо делать, много было обсуждено. Много об этом написано, не есть тексты такие. Так вот, то, что обсуждали мы в течение пяти с половиной лет, и то, что потом осуществлялось с 6 ноября 1991 года, в очень многом являются не просто различным, а прямо противоположным. И когда вот стало осуществляться прямо противоположное тому, что мы обсуждали до 6 ноября, до того момента, когда Гайдар и потом другие пришли в правительство, я задавал вопрос и тому же Гайдару, и тому же Чубасю, почему делается другое, не то, что мы обсуждали. Я задавал этот вопрос тогда же, в 92-м году, начиная с января 92-го года. Я не получил ответа ни тогда, ни после. Но если представить, если просто составить список того, что мы обсуждали, то, что было реально сделано, получается впечатляющий список, там, может быть, минимум на 30 принципиальнейших пунктов. Мы обсуждали, планировали делать одно, а когда и Гайдар, и Чубаси, и другие пришли к власти, они стали делать прямо противоположное. Почему? Этот вопрос я задавал неоднократно в 92-м году, после, и до сих пор я не получил ответа. Более того, когда Гайдар ушел из власти и стал работать в институте, который носит сейчас его имя, многое из того, что он написал после того, поддерживало именно то, что мы обсуждали до 6 ноября 91-го года. То есть, таким образом, получается странная картина. Человек утверждает одно, и в течение длительного времени, и мы, естественно, оценим намерение человека по тому, что он говорит, приходит во власть, делает прямо противоположное этому, потом уходит из власти и вновь повторяет то, что надо было делать. Возникает вопрос, а почему тогда, в тот период времени, в течение тех самых почти 14 месяцев, когда он находился во власти, он делал прямо противоположное тому, что говорил до и после. И я, честно скажу, у меня по этому поводу возникает личное чувство, которое вначале было не до конца таким четким и осознанным, а в последнее время оно стало совершенно понятным. Я чувствую себя преданным. Я лично, вот я, я лично, Андрей Илларионов, чувствую себя преданным, потому что я тоже пошел в эту команду, я тоже это обсуждал тогда, и я участвовал тогда в работе, и в том числе в 91-м, 92-м годах, как один из участников этой команды для того, чтобы осуществить то, что мы обсуждали. Но в результате получается, что я был тогда в правительстве, у меня не было тогда возможности воздействовать на принятие решения, но я объективно, и многие там скажут сейчас, ты же был тогда в правительстве, ты несешь за это ответственность? Да, я неизбежно несу за это ответственность, но я, получается, несу за ответственность за то, за что я не подписывался ни до, ни после, ни во время. И то я это не понимаю. Секундочку, я вот это первое скажу. Это мой первый личный интерес, потому что я в данном случае чувствую себя лично преданным. Второе, я это чувствовал и некоторые вещи наблюдал тогда, сейчас после того, как я в течение трех лет профессионально и очень подробно занимаюсь теми решениями, которые были приняты, я вижу, как было уничтожено, раздавлено демократическое движение, которое в конце 80-х, в начале 90-х годов находилось на подъеме и выводило сотни тысяч людей на митинги и демонстрации в Москве. Я вижу, как, заняв ключевые позиции в российской исполнительной власти, Егор Тимуревич Гайдар и Анатолий Борисович Чубайс сделали все возможное для того, чтобы захватить лидерство в этом демократическом движении, а затем в ходе целого ряда действий полностью его контролировать, затем его раздавить и просто свести его на нет. Как мы видели, через серию движений «Демократический выбор России», «СПС», «Правое дело» и сейчас непонятно что, практически ликвидировано. Одновременно с этим, очень серьезно дискредитировав в нашем обществе такие понятия, как либерал, либерализм, либеральные реформы, в этом действительно был достигнут колоссальный успех. И в этом деле, поскольку я не скрываю, что я себя отношу к людям демократических взглядов, либеральных взглядов, я чувствую себя лично преданным. Потому что люди, которые взяли на знамя лозунги либерализма и реформ, демократии никогда не брали. Я не могу, вот простите. Я секундочку, я давайте закончу, потом вы свои возражения скажете. Потом мы будем сейчас возвращаться, ну давайте, хорошо. Это второе. Третье. То, о чем мы немножко говорили. За эти 20 лет я неоднократно обращался, вот что говорил коллегам, давайте проведем содержательный разбор. Может быть, я тоже в чем-то неправда. Может быть, я тоже в чем-то являюсь слишком, занимаю, может быть, какую-то там радикальную позицию или крайнюю позицию. Давайте разберем эти вещи. Отказ от этого. Значит, я в данном случае чувствую себя лично, не буду скрывать, ущемленным. Почему нельзя обсудить профессионально, не на уровне эмоциональных, оскорбительных заявлений в адрес Зюганова, Жириновского, Кургиняна или наоборот, а содержательно обсудить, почему были приняты такие решения, а не другие. Вместо этого мы ничего этого не получаем. Вместо этого мы слышим некие штампы. И, наконец, последнее, четвертое, очень важное дело. Вот в течение последних трех лет, как раз после того, как, вот, к сожалению, Гайдар ушел из жизни, началась такая совершенно безобразная, отвратительная кампания по такому рекламе, по созданию такого храма, по такой вот, как бы, сказать, религиозной кампании по возвеличиванию. Я стал гораздо более серьезно заниматься тем, что действительно было сделано, с документами, с воспоминаниями, с комментариями людей. И обнаружилось, вот это действительно обнаружилась вещь, которую я при жизни Гайдара, честно говоря, до конца в таком масштабе, конечно, на это не обращал внимания. Чудовищное количество фальсификаций, искажений, инсинуаций, манипуляций, мошенничества, жульничества. Вот у меня даже один коллега там в журнале, вот тоже можете в следующий раз ваши собеседники напишут новую книгу и скажут, Иларионов назвал Гайдара жуликом. Каюсь, назвал. И там даже у меня пришли люди и стали выражать свою обиду, говорят, почему вы назвали жули, на каком основании? Я готов спросить всех, вас, слушателей радиостанции, читателей журнала, кого угодно, какое будет точное определение вот этим действием, сотням искажений в книгах Гайдара, которые некоторыми называются гениальными. Вот гибель империи, это же образец фальсификации, это просто изучать надо, вот действительно это должна быть настольная книга, как образец фальсификации. Фальсификация истории нашей страны, талантливая фальсификация, блестящая фальсификация, опубликованная многими тиражами, тремя изданиями сейчас, получившая самые высокие оценки. И вот сейчас происходит просто разбор буквально по главам, по параграфам, по абзацам, по предложениям, по частям предложения, и видно, как талантливо, это действительно без всякого преуменьшения, действительно талантливо, потому что Гайдар талантливый человек, писал ярко, образно, увлекательно, увлек массу людей. Как талантливо туда вплетены фальсификации. Андрей, я вас сейчас, вас остановлю, нет, подождите. И вот это четыре пункта моего личного отношения. Я считаю, что книги, которые называются, не просто книги, а образцами, которые надо изучать в школе, которые нужно изучать в университетах, которые ваши коллеги на разных радиостанциях вручают в качестве награды победителям различных конкурсов. Вот образец, как надо сделать. Таким образом, у меня просто колоссальный, просто невероятный ущерб нашему обществу. Три примерных пункта, конкретных примеров, чтобы, потому что все слушатели, вот я смотрю же на монитор, какие письма идут. Содержательная часть, все просят, содержательная. Хорошо. Конкретно, Михаил пишет, наконец, что-то содержательное. Вот давайте, у нас до новостей три минуты. По-моему, мы все время занимаемся содержательным делом, но вот у меня, пожалуйста, здесь есть список. Так вот, есть такой термин, там вот, реформы Гайдара, и ваши тоже, так сказать, коллеги там, реформы Гайдара, реформы Гайдара. У меня вопрос, Юрий, вам, нашим радиослушателям, вот всем тем, кто просит содержания, ответить на один маленький вопрос. Я готов его поставить в свой ЖЖ, вот после нашей передачи. Что сделал Гайдар в 91-м, 92-м годах? Сейчас пока о реформах. Что именно сделал лично Гайдар? Вот нельзя говорить о том, он сделал гениальные реформы, он спас страну от голода, которого не было, к этому еще вернемся. Он там что такое? Скажите конкретно, вот конкретные действия, что сделал Гайдар? Я сейчас назову вот некоторые вещи, которые вольно-невольно приписываются или там ассоциируются с реформами Гайдара. Пункт первый. Либерализация цен. Либерализацию цен сделали Ельцин и Бурбулес. По этому поводу столько написано, можно говорить, если хотим, это будем конкретно обсуждать. Нет, сейчас будем идти тезисно, да. Второе. Указ о свободе торговли. Его написал Михаил Киселев. Гайдар что мог сделать, его испортить. Но это другой вопрос. Унификация валютного курса. Ее провел Петр Авен. Приватизация, которую мы обсуждали. Как бы к ней не относиться. Что-то нравится, что-то не нравится, что-то отвратительно, что-то замечательно. Ее провели кто? Анатолий Чубайс. Как угодно. Дмитрий Васильев, автор. Альфред Кох. Вот как угодно мы относились. Но вот эти люди сделали приватизацию. Финансовая стабилизация. Финансовую стабилизацию, основу ее, сделал Борис Федоров. Дальше. Либерализация социальной сферы. Ее сделал Александр Шохин. Вот это то, что может называться, по крайней мере, полностью, частично, с позитивным оттенком. То, что называется реформами, экономическими реформами 91-го, 92-го. В некоторых случаях последующих лет. Вот это было сделано. Теперь, что действительно сделал Гайдар? У нас есть время? Есть, есть, есть. У меня длинный список. А, длинный? Длинный список. Нет, ну давайте, начинайте, перечисляйте, и я там останавливаю. Вот работа вот этих последних нескольких лет привела к тому, что Финансово сделал. Первое. Массовая беспринципная раздача субсидий кредитов. Везде стоят подписи Гайдара. Ужесточение государственного регулирования экономики по всем направлениям. Внутренне, внешнеэкономическое и так далее. Национализация шпал и шпального производства. Везде стоят подписи Гайдара. Введение налога на добавленную стоимость со ставкой вначале там был, в общем, 28%, а потом попытка повышения ставки до 32%. Это то, что убило российскую промышленность. Введение драконовских мер по ограничению торговли товарами народного потребления в России. Подпись Гайдара. Остановка экспорта нефти в конце 91-го года. Кстати, решение, которое привело действительно к валютному кризису в России в конце 91-го года. Действительно, что остановило поток валюты. Это действительно решение, которое принял Гайдар. Банкротство внешнеэкономбанка. Про это даже говорить не буду. Прерываемся. И далее продолжим наше общение с Андреем Иларионовым после краткого выпуска новостей. 19.47. Реальное время. Финам.ФМ. У нас всего 12,5 минут. Здесь Андрей Иларионов, который продолжает перечислять список. Антигайдар. Я его так назову. Нет. Нет. Это Гайдар. Это то, что сделал Гайдар. Никакого антигайдара здесь нет. Это все решения, под которыми стоят подписи Гайдара. Так, дальше идем. Поэтому это Гайдар в самом прямом смысле. 100%. Вот антигайдар это та самая рекламная кампания, которой вы занимались вместе с вашими коллегами или коллегой в пятницу. Это был антигайдар, потому что это было приписывание Гайдару того, что он не делал. А мы сейчас занимаемся Гайдаром, то, что он делал. Итак, продолжаем. Дальше. Предоставление лицензии на экспорт нефти, нефтепродуктов и редкоземельных металлов Владимиру Владимировичу Путину, руководителю комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в декабре 1991 года. Тогда, когда правительство, Гайдаровское правительство за три недели до этого приняло решение прекратить выдачу лицензии на нефть и нефтепродукты кому бы то ни было до 1 января 1992 года. То есть нарушение своего собственного постановления. И это дальше нарушение дается непосредственно господину Путину. После того, как, значит, вот эти с нарушением выданной лицензии стали оформляться господином Тимченко, который работал тогда в Кириши нефти Оргсинтезе, значит, и когда таможня, существовавшая в отличие от заявлений Гайдара, стала останавливать эти корабли, и когда Владимир Владимирович оказался под угрозой уголовного преследования, приходит письмо от имени Егора Тимуровича Гайдара прекратить это преследование, как нам рассказала Марина Евгения Салья. И это было прекращено. Вот это было сделано. Дальше. Исключение хлеба, зерна и нефти из либерализации цен. Вот многие говорят, вот были очереди за хлебом. Действительно, очереди за хлебом были не только в декабре 1991 года, они были и в январе 1992 года, как нам поведал в том числе с помощью фотографий фонд Гайдара, разместив фотографии очереди за хлебом в Петербурге в январе 1992 года. Почему? Потому что цены на хлеб и зерно не были либерализованы. Но они не были либерализованы Гайдаром, потому что именно он вывел из этого списка либерализуемых товаров хлеб, зерно и нефть. Далее. Противодействие принятию указа о свободе торговли, а затем при принятии его выхолачивания его смысла через полгода существенное ограничение его действия. Далее. Отмена ведения национальной валюты. Почитайте Альбахскую декларацию, почитайте программу, которую мы готовили осенью 1991 года. Первейший пункт – ведение национальной валюты. Что делает Гайдар? Отказывается от его ведения. Это же делал только потом уже через более чем через полтора года Герасченко особым образом. Задержка с унификацией валютного курса на 8 месяцев. Ведь Авин был вызван из Вены, из Яссы, для того, чтобы подготовить указ о унификации валютного курса. Он рассказывал о том, что он делал. Он выступал в правительстве, он выступал в Верховном Совете с рассказом о том, как необходима унификация валютного курса. Мы готовы это сделать. Кто ее откладывает? Гайдар. До 1 июля 1992 года. Список еще продолжается? Назначение Герасченко. Вот вы обсуждали там в пятницу. И там продолжается воспроизводиться, так сказать, фальсифицированная история назначения Герасченко от Гайдара. Но сам Виктор Владимирович Герасченко рассказал о том, как в ноябре 1991 года, это еще было до 15 ноября, то есть после 6 ноября, как Гайдар был назначен, но до 15. Потому что это было еще в здании на Новом Арбате. Еще правительство не переехало на Старую площадь. Когда его вызвали Гайдар и Бурбулис и предлагал Гайдар назначить Герасченко руководителем Центрального банка. Но автор этой книги признает, что это была его очень большая ошибка. Он не говорит о том, что это было в ноябре 1991 года. Он говорит о том, что это вынуждено было, компромиссно никого не принимали. Ничего подобного. Никакого Верховного Совета тогда не было. Это был ноябрь 1991 года. Еще не все министры были назначены. Одним из самых первых решений оказывается предложение назначить Виктора Владимировича Герасченко. Спрашиваем Геннадия Дуровича Бурбулиса, было такое? Было. Спрашиваем Хасбулатова, было. Спрашиваем всех, да, это было. Спрашиваются, вот эти авторы анатомии лжи, которые, точнее, будут назвать ложью анатомии, спрашиваются, а что же вы не рассказываете о том, как оно было на самом деле? Что же вы умалчиваете о мемуарных воспоминаниях о том, что рассказывают живущие сегодня? Что же вы ждете, когда их не будет, чтобы потом нельзя было никому сослаться? Молчат коллеги. Далее. Финансирование разведбазы в Лурдисе с помощью нелегальной сделки. Финансирование Фиделя Кастро, друга детства. Что это сделано? Егор Тимурычем. Причем самое интересное, что в октябре 91-го года генеральный штаб советской армии принимает решение о выведении базы Лурдиса. Не только принимает решение, а сообщает об этом американским партнерам о том, что все, мы Лурдис закрываем. Приходит Егор Тимурыч и говорит, не, 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 подождите, мы его финансируем и продолжаем это делать. Средствами, которые превышают расходы бюджета в январе 92-го года. Отмена перехода на рыночные цены и отношения с Кубой. То, что, кстати, было принято решением Горбачева и Рыжкова, советским правительством, в январе 91-го года, это отменяется в январе 92-го Гайдаром. Выведение валюты из страны. Вы посмотрите на распоряжение Гайдара. Когда выводится валюта, и там даже не указан Лурдис, непонятно на что. Использование кредита МВФ, миллиард долларов для спасения Евробанка, расположенного в Париже, миллиард долларов, десятая часть государственного бюджета. Увеличение госрасходов и дефицита бюджета. Массовое кредитование АПК и ВПК. Развязывание гиперинфляции. Отказ от индексации сбережений граждан в Сбербанке. Отказ, уже такой мелкий вопрос, от подготовки, отчета Министерства финансов СССР России по завершению итогов существования Советского Союза. Мы до сих пор не знаем, с какими активами и пассивами закончил существование СССР. Потому что последний отчет по последним оборотам Советского Министерства финансов можно было бы сделать в течение двух-трех недель небольшой командой в Министерстве финансов. Но министр финансов и экономики Гурчимович Гайдар принял решение этого дела не подводить. Андрей, другими словами, вот по тому списку, который вы озвучили, наверняка не весь, да? Гайдар преступник? Значит, я хотел бы вот что сказать. Прежде чем мы перейдем к следующей стадии, о которой вы намекаете, я хотел бы обратиться ко всем слушателям, кто нас слушает, и кто потом прочитает это, ко всем сторонникам, защитникам Егора Тимуровича Гайдара, к институту Гайдара, к фонду Гайдара, к Академии народного хозяйства, к Высшей школе экономики, ко всем, кому дорого имя или история нашей страны. Сообщите, пожалуйста, расскажите, что еще сделал Егор Тимурович, чего я не упомянул, но что действительно принадлежит ему. Вот не общее заявление о том, что он спас страну от голода. Вот не надо. Вот конкретная идея, которую он поддержал, которая была воплощена в постановление правительства, в указ президента, в распоряжение, на котором стоит подпись Гайдара. И мы можем сказать, кроме тех, что были названы сейчас. Но это важно, чтобы это было именно действительно решение Гайдара, а не решение Чубайса, Федорова, Бурбальса, Киселева, Авена и кого-то другого. На ваш личный взгляд, Андрей Ларионова, Гайдар преступник? Я хотел бы сказать, что мы находимся только в середине процесса исследования того, что произошло в 1991-1992 годах в плане проведения экономической политики и других действий. Мы продолжаем исследования того, что было в 1993 году, в последующие годы. Мы продолжаем заниматься исследованиями того, что было написано Егором Тимуровичем Гайдаром в последующие годы. И, конечно, очень интересует, почему необходимо было писать такие фальсифицированные книги, как «Гибель империи» или «Развилки истории». Какую цель Гайдар преследовал, зачем необходимо было так фальсифицировать и сказить нашу историю? Что он пытался скрыть этим? Как, например, идет исследование зерна, история зерна последних нескольких десятилетий. Там же фальсификация на фальсификация. Мы с вами говорили про голод, и вы постоянно говорите про голод. Одна маленькая вещь, которую не называет никто, ни Гайдар, ни его защитники-сторонники. Запасы зерна в России на 1 января 92-го года. Маленькая вещь. Идите на сайт Госкомстата и смотрите. 50 миллионов тонн. Для тех, кто не знает, сообщаю, что на все потребление хлеба, хлебобулочных изделий и так далее в стране, тогда и сейчас расходуется максимум 15 миллионов тонн в год. Коммерческие запасы зерна, если только на хлеб говорить, не про другие вещи, на 3 с лишним года. Не до весны, не до марта, не до февраля, на 3 с лишним года. Ну, конечно, если считать, что надо кормить скот, там будет по-другому, там будет меньше и так далее. Все равно это запасы, которые с лихвой хватают до следующего урожая и, может быть, на больший срок. Причем это запасы без стратегических запасов, без тех запасов, которые хранятся у нас в случае войны. А они ведь так и не были открыты Гайдаром. Спрашивается, почему Гайдар, имея 50 миллионов тонн зерна, отказывается от либерализации цен на зерно и хлеб? Действительно, многие пишут, и вы рассказываете, там не было хлеба, там не было того ни сего. Ну, так первое решение, которое нужно сделать, когда нет того, либерализуйте цены. Это то, о чем Гайдар многократно говорил и до, и после своего пребывания в правительстве. Так почему же тогда он не либерализует цены на зерно и хлеб? Почему это вынужден был сделать только Борис Федоров через два года после этого, осенью и зимой 93-го года? Почему же он этого не делает? А он этого не сделал. Более того, последовательно отказывается от этого, выводит хлеб и зерно из постановления правительства указа президента, не переводит освобождение или возможность регулирования цен на зерно и хлеб на региональный уровень и откладывает это, так и не принимает это решение. Но 50 миллионов тонн, это решает все вопросы. Почему? Зачем он это делал? И зачем после этого создается этот миф о спасении от голода? Открываем интервью Гайдара, швейцарской газете «Тагестсайт». Он 2 марта 92-го. Та самая весна, когда должен наступить тот самый голод. И, кстати говоря, там была и питерская газета «Часпик». Спрашивают, а что касается голода? Вот говорят о голоде. Говорят, ответ Гайдара, какой голод? Вы о чем? Никакого голода нет, даже чагового голода нет. Никаких даже... А что говорят о бабушке-старушке? Ну что вы говорите? Какая ерунда? У нас сейчас другая проблема. У нас в холодильнике забиты мясом. Мы не знаем, что делать с мясом. У нас перепроизводится мясо. Это ответ Гайдара 2 марта 92-го года. Какой голод? Какая угроза голода? Почитайте выступление Гайдара на 7-м съезде народных депутатов в декабре 92-го года. Это последнее его выступление в ранге исполняющей обязанности премьера. Он говорит, много говорит. Он говорит, если бы у нас там сложились какие-то неблагоприятные условия, то тогда, возможно, у нас была бы угроза голода. Но у нас таких условий не сложилось. Значит, мы складываем. Значит, только в том случае, если бы сложились эти условия, то тогда была бы угроза голода. Но поскольку даже таких условий не сложилось, то значит, у нас даже угрозы голода не было. Не голода, даже угрозы голода не было. Это Гайдар 92-го года. И дальше происходит. Все 90-е годы, есть у нас слова про голод? Нету. Андрей, спасибо огромное. Я так чувствую, это была только первая наша программа на эту тему. Андрей Ларионов. Реальное время.